Почему с возрастом люди толстеют, жиреют? Нормально ли это? Вы сейчас узнаете много интересного и важного, но только досмотрите это видео до конца, так как очень важные моменты. И в конце видео тут каждое предложение важно. Будет местами грубо, сразу предупреждаю, для ранимых душ. Но так надо, поскольку до некоторых людей по-другому не достучаться. А так да, и практика, сама жизнь, это доказала много раз. Какие глупости люди только не несут, что только не придумывают в себе в оправдании своего обжорства и ради потакания своим вредным вкусовым пристрастием и зависимостям, чтобы только не брать себя в руки и не переходить на здоровое и адекватное человеческое питание. Эндокринные и прочие нарушения редко приводят к ожирению. Не надо сейчас писать про причины ожирения в виде болезней. Да, исключения есть, но они составляют менее 1 сотой 1 процента. Причина почти 100% всех ожирений и лишнего веса всегда связана с питанием. Просто вы стали потреблять больше калорий, чем раньше. Вы потребляете в сутки больше калорий, чем тратит ваш организм в эти же сутки. Вы стали меньше двигаться с тем же возрастом. Вот причины, а не сам возраст. Но о других причинах они тоже есть. Я скажу далее. Более 80 проблем со здоровьем, то есть всех болезней, вызывает лишний вес, ожирение, выпирающий бока и живот, висцеральный жир, то есть жир внутренних органов. Образуется этот лишний жир и запасается в организме, потому что лишняя энергия, которую вы потребляете с пищей, не найдя своего полного расходования, запасается в виде животного крахмала гликоген. А когда и его чрезмерно, то в жир, жутко и грустно, и стыдно за людей, которые в жирачке, а по-другому, извините, я сказать не могу, видят единственную радость в своей жизни, как они сами прямо говорят иногда. Часто такое можно услышать. Вот таких людей за счет государства, а вернее, правильно сказать, за счет финансов налогоплательщиков, лечить категорически нельзя. А то ишь, они будут свое наслаждение жрать и проматывать бесцельно свою жизнь, сознательно себя убивать, а другим людям их надо спасать, за свой счет. Как будто они заложники против своей воли. Нет, они эгоисты и бездельники. Майя Плесецкая говорила на вопрос, а как вы в такой форме в свои 75 лет? Жрать надо меньше, отвечала она. Вот и все, и не надо тут дешево философствовать. Вы видели балерину Семенову? Найдите фото и видео, какой она была в свои, скажем, 100 или 102 года. Ну и так понятно, полагаю. А скоро я приведу одно 40-летнее по сроку исследований, абсолютно точное научное исследование, которое доказывает то, что и так понятно по факту явления жизни, логики и разума. Что я имею в виду? То, что сама жизнь опровергает дешевые самооправдания слабых и нечестных людей в своем ожирении и лишнем весе. То есть речь идет о примерах обратных. Вот скажите, есть люди, которые до 100 лет или более 100 лет жили и были стройными? Есть, конечно. Только они и есть. И более того, ведь ни один жердяй не прожил более 100 лет. Скажем, 110 и более летние долгожители, все поджары, стройные, жирные люди, долго не живут. А в наши дни и подавно. Тот же академик Углов говорил, что надо из-за стола выходить всегда чуть голодным и настолько голодным, чтобы можно было съесть точно такой же объем пищи, которую вы уже за столом сейчас съели. И в свои 103 года он весел и мог надеть на себя тот же костюм, как и в 20 лет. Художник Зиновьев в свои 109 лет весел столько же, сколько в свои 20 лет. И был не просто подвижен до конца своих дней, а делал стойку на голове каждый день. Йогой занимался, упражнениями разными каждый день. Пешком с 9 этажа ходил туда и обратно с сумками до последнего дня. И таких примеров я могу привести сотни. А поскольку норма это здоровье и подвижность, а не болезнь и беспомощность, то это и есть истина. Тем более практика есть главный критерий истины, не так ли? А она показывает то, что я сейчас сказал. И скажу далее, как бы кому это поперек горла не было, от этого истина никак не изменится вообще. Итак, с истиной не поспоришь, если, конечно, спорщик вообще вменяем. Есть понятие энергии и количество суточной энергии, так называемый основной обмен, запомним этот термин. Есть способ исследования с двойной, так называемой, меченой водой, когда в воде есть дейтерия и избыточный кислород. Тогда собирают мочу в течение нескольких дней и смотрят, сколько человек потратил за сутки энергии. Этот метод дорогой, но абсолютно точный. Более того, была статья в журнале Science. Ученые в течение 40 лет, то есть почти полвека, собирали данные у более чем 6 тысяч людей в возрасте от нескольких дней жизни до 95 лет у относительно здоровых людей. Учитывалось рост, вес, процент жира, вообще все факторы, все нужные поправки вносились. В итоге выяснили, что основной обмен у женщин и у мужчин не отличаются вообще, то есть вообще. И многие-многие другие мифы тоже были развеяны. На один килограмм тела, что мужского, что женского организма, траты энергии были одинаковы. Разница была только в размере, то есть в массе мышц и костной ткани. Но самое интересное, это как во времени, с течением времени возраста изменялось потребление энергии. И так ученые выделили 4 жизненных периода. До одного года. Тогда самый высокий основной обмен, и это понятно почему. Ускоренный метаболизм, ребенок растет быстро. Второе. Здесь важно подчеркнуть, что каждый последующий год основной обмен энергии падал на 3%. И в 20 лет он становился постоянным аж до 60-летнего возраста. То есть не менялся. Причем и у беременных женщин. И после климакса был одним и тем же. Так что хватит нести чушь, подобную следующему. Ну что вы хотите? Возраст, мол, 50 или 60 лет не пройдет. Ну а после 60 лет основной обмен начинал угасать со скоростью 0,7% в год. И так до 95 лет, ну можно предположить, что и далее просто не исследовались люди старше 95 лет. Я предполагаю, что основной обмен в процентном отношении после 95 лет был ниже 0,7% в год. То есть с 60 лет потери были почти до 100 лет около 20% от ежедневных энергетических траток. Итак, вывод главный следующий. Ответственность несет за свой вес только и исключительно сам человек. И винить в ожирении, в лишнем весе, пузе, в третьем подбородке нужно только свое обжорство и более ничего. А вот что увеличивает жировую массу всегда? Буквально две минуты моей рекламы, важной для всех. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли, что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. Что увеличивает жировую массу всегда? Хлебобулочные изделия, всякие там макароны и все, что содержит муку. Это вареные крахмалы. Но главное, это сахар и сахара, то есть глюкоза, фруктоза, сахароза. Все, что на вкус сладкое. И синтетические сахара, и натуральные сахара тоже любые. Большой вес ожирения в большинстве случаев это всегда ваша инсулино-резистентность. Вот это мое видео. Посмотрите непременно потом, чтобы понять все досконально. Хватит уже есть сладкое. Ничего сладкого на вкус вообще не ешьте. И похудеете однозначно. Да и сахарный диабет второго типа, у кого он есть, пройдет тогда за 2-3-4 недели, не более. Спросите себя, вы шахтер, культурист? Нет? Тогда не ешьте более полутора тысяч килокалорий в сутки. Нельзя больше. А иногда люди вот такие глупости пишут. Я бы не сказала, что я ем больше, чем 15 лет назад. А вес вырос на 15 килограмм. И особенно отчетливо после прекращения курения 3 года назад. Во-первых, не надо было курить. 3 года назад вес вырос на 7 килограмм из тех 15. Дело-то не в этом. Не только в больше стало есть дело, а что стало есть. Вот в чем дело. И еще вот в чем дело. Гормон роста с возрастом меньше вырабатывается. И процесс аутофагии, то есть очищения на клеточном уровне, с возрастом снижается. И двигаетесь вы меньше. Ну если честно, все по полочкам разложить. А может и заедаете свои стрессы сладким, как раньше этого не делали. А может другие нюансы. И вернее не может, а есть другие нюансы. На все есть свои объективные причины. Не бывает просто так вдруг чего-то непонятное из вакуума. Не бывает. Не надо себя дешево обманывать. Теперь алкоголь, особенно пиво, безумно вредно для всех систем организма, особенно для мозга. Но и на вес, на жир тоже. И однозначно алкоголь влияет, особенно поганое пиво, из-за своих фитогормонов. К тому же оно быдлит и скотинет человека. И пузо с боками расплываются, а мозг деградирует. Человек превращается в быдло, опускается ниже животного уровня. Еще одно дешевое стандартное оправдание. С нашими зарплатами и пенсиями люди кушают дешевые и вредные продукты. Ой, как хорошо, теперь можно продолжать. Так и дальше есть. И ничего тут не поделаешь. Чушь. Всегда есть выход. Было бы желание. И пожилые люди переезжают в экопоселение. Я знаю таких и много. В деревне переезжают на землю с родственниками или единомышленниками. И выращивают экологически чистые продукты. И тому есть примеры в любом возрасте. И вы можете. Просто не хотите. Или боитесь. Ищите оправдание. Хорошо. А что, нельзя решить вопрос с родственниками, со знакомыми, покупать невредные продукты, сообща, заказывать у крестьян, фермеров, у коллег? Не покупать вредные продукты в супермаркетах, экономить на этом деньги и тратить их на другое, на полезное. Реже что-то покупать в супермаркетах. А как основу питания использовать то, что вы либо ваши знакомые вырастили на шестисотках или у кого-то больше. Все можно. Не надо искать оправдание своим брюшным привычкам. Дело все в этом и только в этом. Не надо есть то, что в упаковках и долго хранится. То, что не является вообще едой. Главный критерий какой? Растет это на грядках, на деревьях, а на кустарниках? Нет. Все это не еда. Всякие там крекеры, печенье и так далее. Не еда. Не растет это в природе. Тем более там в основном есть трансжиры. И вы это едите. То есть гидротированные продукты, маргарин и прочая гадость. Вы тем самым убиваете свое здоровье. И приводите себя, в том числе, к ожирению. Итак, в чем причина лишнего веса? Да просто вам лень двигаться, усилия прикладывать. Хочется низких наслаждений. Не духовных, душевных, творческих. А брюшных. А человек и в сто лет должен желать творить, развиваться. Как тот же академик Углов, который написал, в том числе, книгу «Человеку века мало». Ну а когда про беременность начинают глупости говорить вроде «это, мол, естественно, что на 20 килограмм поправилась во время беременности». Нет. Не естественно это. Не надо булки с вареньем есть. И не будет у вас 20-30 лишних килограмм. А поправляться при беременности надо только на массу плода и плаценты. И все. Моя жена тоже рожала детей, представьте себе. И работала так же до самих дней родов. И в эти дни родов тоже так же точно трудилась, как и в остальные дни. И вес у нее был тот же самый. С поправкой на вес плода детей, разумеется. И все. А на следующий день после родов вес был как до родов задолго. И это нормально, а не другое. Многие говорят «едой» и восполняется утраченное наслаждение жизнью. Ну-ну. То есть еда и телевизор, еда под телевизор, телепередача и фильм, как условный рефлекс у собак Павлова, да? Молодцы. Докатились до такой деградации. Вам не стыдно? Ужас. Жаль мне таких несчастных людей. Это надо срочно таким переосмысливать свою жизнь, пока еще не поздно. Жизнь дана для выполнения определенной задачи. Для урока, для развития, для самосовершенствования, для того, чтобы оставить после себя какой-то след. Выполнить свое предназначение творца на этом свете. А не прозябать и жить как паразит. А иногда верно пишут люди. Вот, например, с возрастом мы едим столько же и больше, чем в юности. А тратим калорий гораздо меньше. Вот результат. Простая математика. Абсолютно верно. Пишут вот такие люди. Итак, хотите массу и здоровье, как в 20 лет? Тогда не ешьте после 18.00, а лучше после 16.00. Посмотрите в этой связи мое видео, чтобы понять, почему и где же здесь научное обоснование. Видео интервальное голодание или интервальное питание, по-другому. Посмотрите еще вот эти мои видео. Калории, инсулино-резистентность, что будет, если вы откажетесь от сладкого на 10 дней, почему вам все время хочется есть, раздельное питание, а что же тогда можно есть, а что тогда есть нельзя. И мои видео о ожирении, животе, боках, вот об этом. Ссылки все эти будут в описании под этим видео, чтобы вы просто могли нажать слово еще под видео. Ссылочки открываются, посмотреть их и нажимать на каждое и смотреть эти видео. Все очень просто. Ну а если вы перейдете на сыроедение, без большого количества сахаров из фруктов, а лучше вообще без фруктов, тогда похудеете, даже если вы весите 200-300 килограмм до нормы. Любой человек с любыми болезнями всегда похудеет тогда на 100%, точно. Да, а вот кто с возрастом только стройнеет, как любят некоторые писать, так сказать. Ведь некоторые люди любят выпендриться. Так вот не надо об этом писать с такой бравадой. Типа все, что я говорил, неверно, потому что у вас другой случай. Вы, дорогой товарищ, это вообще не пример и ни о чем. Личный пример одного человека, 10 человек, это ни о чем. Да, при том, что кто такой пишет, скажем, ему 50-60 лет, и вот-вот выпендривается, что бы я ни ел, а я всегда стройный. Так вот, кто ест по пословице не в коня корм и худеет. Сколько бы и что бы он ни ел, да, не надо радоваться. У того проблемы со здоровьем тоже, просто другого рода, например, глисты, с щитовидкой проблемы, или онкология. Это надо разбираться, что именно у вас из болезней. Но это так. И еще, правила жизни, законы биохимии одни и те же для всех людей. И никаких там разных организмов, как это любят болтать всякие обыватели, не существует. Это все дешевые отговорки. Разных людей по биохимии не бывает. И это тоже все классические дешевые и глупые самоуспокоения и самообманы за свои слабости, трусости, глупости и лени. Все люди одинаковые. Разные только болезни, запас жизненных сил, так сказать, прочности, иммунитет пока разный. И все. Но все люди по биохимии своей одинаковы. И определенное питание на всех людей действует одинаково. На кого-то раньше, на кого-то позже. И не надо там про разные типы телосложения, темперамент говорить. Правда, в них только одна. У кого-то кость может быть действительно шире от природы. Значит, у такого человека больше костной массы. И все. Только эти погрешности учитываются в расчете общей массы человека, как нормы его веса. Тот же академик Углов говорил, что вес должен быть у человека всегда. Это рост человека минус 110 единиц. При среднем росте. То есть, к примеру, при росте 170 сантиметров. Вес должен быть 60 килограмм. Разумеется, поправки надо делать на спорт. Может, кто-то качается. Массу костей, мышц. Если мышцы искусственно качать, понятно, что будет больше. Поправки надо делать на вид работы. Может, грузчик человек. У него действительно мышечная масса большая, кость широкая. Понятно, что вес будет больше. Если нет, конечно, живота и боков. Потому что это уже ненормально. Итак, поправки надо делать. Но не на возраст. Хотя масса с 40-45 лет начинает естественным образом уменьшаться примерно на 1% в год. В редких случаях на полпроцента. Поэтому вес должен с возрастом уменьшаться. А если он не уменьшается, значит, у вас пополняются запасы жира. Прирастает жир. А как вы хотели? Мышцы уже нарастить будет невозможно. Только удерживать до какого-то предела. С определенного возраста. А если не меняется у вас вес, скажем, в 50-60 лет, а на одном уровне, абсолютно, то у вас просто становится больше жира. Чуть-чуть вес должен уменьшаться. Это нормально. А если у кого-то вес растет, это полный вперед. А бывают у людей и такие глупости и отмазки. Ну вот немного не соглашусь. С возрастом меняется гормональный баланс. Соответственно, уменьшается желание к лишним телодвижениям. Типа догнать автобус. Это я образно. И, соответственно, снижается физическая активность. И к норме потребления пищи человек уже привык. Отсюда и лишний вес. То есть, по мнению вот таких людей, есть нечто неотвратимое. И активность физическая. Всегда снижается это нормально. Гормоны, мол. Да? А, к примеру, гениальный композитор Зацепин, я думаю, каждый его знает, да? В свои 96 лет. Не уменьшил свои желания к лишним телодвижениям с возрастом почему-то, а? А в 70 лет прыгал назад сальто с места делу для примера, да? Вы видели его? Смотрели, как он живет? Ну, хватит уже чушь нести. Не достойно это звание человека разумного, такие дешевые отмазки, обман. А про велосипедиста, француза, вот этого. Вы смотрели мое видео? Он умер 108 лет и до последнего года жизни каждый день гонял на велосипеде. У него тоже уменьшились желания к физической работе, а? Нет, дорогие товарищи. Физическая активность снижается только из-за вашей лени и болезни, конечно, которые вы сами себе нажили по своей глупости и лени. Беритесь уж за ум. И не завтра, а прямо сейчас, вот с этой минуты. И навсегда. Без всяких там поблажек глупых. Иначе никогда не измените свою жизнь. Но если не измените, хотя бы не глумитесь над разумом и честно скажите себе и всем вокруг вас, я слабак, слизь, тряпка, буду жить и дальше ради своего брюха, доживать свою никчемную жизнь, прожигать ее дотла. И это будет, по крайней мере, честно, грубо. А кто вам еще правду скажет без прикрас? Блогеры всякие очень боятся потерять свою аудиторию каждого человека и любят вылизывать своих зрителей. Но я не из таких, у меня есть принципы. Лучше уж обухом по голове, как я это делаю, чем сисюкаться и угождать. На пользу эти сисюканье человеку не пойдут. Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.